Привет всем! Пришла вот такая вот посылочка из магазина Кафели. Я уже у них заказывал интересный аксессуар. Это крепление для автомобиля. И оно меня очень радует. Оно показало себя даже лучше, чем то крепление, которое я заказывал в магазине ROG. Но, конечно, за те деньги, которые я за него заплатил, оно, в принципе, неплохое. Но это показало себя лучше. И сейчас перед вами будет еще один девайс, который я там заказал. Все покупалось чисто для того, чтобы потестировать, посмотреть. Потому что я, например, про эту фирму вообще ничего не знаю. Она для меня интересная тем, что она делает разные аксессуары. И поэтому мне интересно, какие же наушники, какие же гарнитуры она делает. Эти наушники очень похожи на AirPods. Они очень похожи на керамические наушники от компании Xiaomi, которую она недавно выпустила. И мне интересно, будут ли они хороши в звучании. Давайте посмотрим, ну, такое первое впечатление, какая длина кабеля, какой сам кабель. Посмотрим, из чего сделаны. Потом я их послушаю, расскажу в конце видео. Вклейку сюда сделаю, расскажу о том, как они мне понравились по звучанию с различными устройствами. Это будут и смартфоны, и MacBook, и, может быть, еще какие-то устройства. И, конечно же, сделаем определенные выводы. Но будет отдельный обзор этих наушников после того, как я ими попользуюсь, ну, несколько, наверное, недель. Для того, чтобы составить свое мнение. Итак, первое впечатление. Здесь у нас пластик. Выглядят они неплохо, но я вижу здесь такие вот царапульки. Обратите внимание, да? Видите, да? Такие царапульки, как будто бы они бушные. Есть воздуховод. Есть даже два воздуховода. С двух сторон для высоких, наверное, средних и низких частот. Вот здесь у нас такая металлическая вставка, очень красивая. Немножко ретро отдает. Здесь у нас выход идет без мягкого такого ограничителя. Это плохо. Это сразу минус. В принципе, по дизайну, по удобству должны быть неплохие. Но сейчас одену и расскажу. Дальше здесь идет пульт. Пульт идет уже с уплотнителями. Это хорошо. Микрофон. Микрофон. Посмотрим, какая у него чувствительность и насколько у него высокое качество звучания. Чтобы был широкий диапазон. И здесь у нас кнопки. Кнопки идут как бы под тай. Но кнопки идут вот с точкой. То есть центральную можно легко нащупать. И эти тоже. Между ними никаких разделений нет, как у Xiaomi. Нажимаются довольно приятно, мягко. Такой легкий ход. Ну, мне нравится. Здесь у нас идет разделитель. Тоже алюминиевый. Кстати, пульт алюминиевый. Металлический. Приятно ощущается. Ну и стандартный прямой штекер. Мне такие штекера очень нравятся. Вот обратите внимание, как он сделан. Имеется здесь такое вот углубление. То есть, чтобы он был не прямой. Для того, чтобы была большая охваткость. То есть, видно, да, что он неровный. Вы берете и вам лучше его захватывать. Особенно для тех гнезд, где очень плотно сидят штекера. Четырехпиновый. То есть, понятное дело, гарнитурный. В принципе, пока приятные впечатления. Обратите внимание, здесь тоже есть упор такой. То есть, защита есть. Это здорово. Сейчас послушаю их и сделаю определенные выводы. Вклею сюда. Как они мне по звучанию в разных жанрах на разных устройствах. Ну что ж, потестировал я данные наушники на разных устройствах. Что могу сказать по звучанию? Немножко, как мне показалось, не хватает высоких. Но все это, конечно, правится установкой пресетов. У меня, так как я служил в основном музыку на Xiaomi. То там есть встроенные пресеты для совершенно разных наушников, жанров. И на совершенно разнообразный вкус. Некоторые из этих пресетов просто преображают звучание. И, в общем-то, АЧХ становится более интересной, более ровной. То, что мне нравится по звучанию. Понятное дело, что кому-то нравится чуть-чуть больше баса. Кому-то больше высоких, кому-то больше средних частот. Это все очень индивидуально. Но за себя могу сказать, что мне звучание наушников крайне понравилось. Очень глубокий бас. И вот сейчас вы можете слышать звук, который записан на микрофон данных наушников. И можете оценить, насколько они хорошо, либо плохо звучат. То есть, как будет звучать ваш голос, когда вы будете разговаривать по телефону. Записывается звук на MacBook. В общем-то, делайте определенные выводы. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забудьте его поддержать. Обязательно подпишитесь на канал, на группу ВКонтакте и на Инстаграм. А также не забывайте, что есть второй канал. Там куча крайней годноты. Пока.